Власти США подали официальный запрос китайскому режиму о том, как и почему он подвергает цензуре веб-сайты в Китае. Правозащитники давно критикуют систему фильтрации информации в интернете, известную под названием «Великий китайский фаервол». Однако на этот раз правительство США обратилось к другой стороне проблемы цензуры – ущемлению интересов бизнеса. Цитируя правила Всемирной торговой организации, американские власти утверждают, что цензура интернета, которую осуществляет китайский режим, даёт нечестное преимущество местным китайским компаниям по сравнению с зарубежными. В среду представитель торговой палаты США Рон Кирк сказал, что если они смогут лучше понимать, как и почему в Китае блокируются зарубежные веб-сайты, то можно было бы, цитата, «принять законы, чтобы избегать этой блокады». Конец цитаты. В Китае насчитывается 500 миллионов пользователей, это огромный потенциальный рынок. Но доступ на многие веб-сайты, включая Twitter, Facebook и YouTube, заблокирован. Основатель компании Twitter Джек Дорси говорит, «нам просто не разрешают конкурировать на этом рынке». Конец цитаты. Захотят ли компании принимать правила китайского режима, пока неизвестно, но обнародование этих правил уже стало бы первым шагом к преодолению цензуры. А пока год назад компания Google предпочла отказаться от солидного рынка в Китае вместо того, чтобы подчиниться цензуре.